Сегодня я расскажу из собственного опыта о вещах, чем мониторить микросервисы, какие подходы есть для того, чтобы узнавать о проблемах раньше, чем наш кастомер все-таки. Ну и что нам помогает. Я хочу, чтобы сегодня доклад был больше диалогом, и я хочу, чтобы мы после каждого топика как бы обсуждали, дискутировали. Если будут вопросы, задавайте, и после всего, я думаю, когда мы закончим, мы можем еще постоять, можете задать вопросы, обсудить, подискутировать. Поехали. Когда у вас раньше были виртуальные сервера или физические сервера, мы поставили один сервер, один сервис, запустили, настроили firewall, мы точно знаем, что там порт такой-то открыт, нам ничего не надо, правильно? Было проще все это. А с переходом в микросервисы на одну и ту же ноту можно задоплоить большее количество. Мы не знаем, где он может запуститься, благодаря оркестраторам. Оркестраторам могут их на разные ноты раскинуть. Каждый пот имеет, ну, если в кубернетике брать, каждый пот имеет собственный айпишник. Айпишник динамический. И когда у нас возникают проблемы, а как же это все дебажить? Раньше были монолиты, да, монолитные аппликейшн, которые на одном физическом сервере запускали мы. И микросервисы. Микросервисов может, наш аппликейшн можно разбить там на 10, 20, 30 микросервисов. Каждая команда отдельно его апдейтит. Каждая команда может выкатывать свой билд, апдейт, и потом что-то может сломаться. И проблему найти надо зачастую. А бывает она очень нетривиальная. То есть оно вроде работает, и оно не работает. Или при каких-то определенных условиях не работает. Раньше у нас там было 5 сервисов, да, потом стало 50 микросервисов, а потом у нас стало еще несколько инварментов. И это в каждом по 50 наших микросервисов минимум. А на противень микросервисы, каждый микросервис можно запустить с несколькими репликами, соответственно, пускай по 3 реплики каждого сервиса, уже 150 микросервисов. Они раздеплоены на большом количестве серверов. И как мы будем искать это все? Так вот, основной посыл, ребята, думайте о мониторинге, о том, как вы будете дебажить, искать проблемы, и трейсы отслеживать ваших аппликейшенов, логировать. Думайте на этапе проектирования системы. Потому что зачастую некоторые вещи не всегда можно потом внести, или очень сложно. Ну, это раньше так админы, да, в провайдерах искали. Почти аналогично у меня тоже было. Ну, кабели были подписаны, но тоже их найди, где же, куда воткнут, и почему не работает. Итак, когда мы используем кубернетис, да, в кубернетисе есть ряд компонентов. Это UI, который сейчас по безпрекисам надо отключать по безопасности. На самом деле его надо отключать. C-Advisor — это компонент, который в кубернете стоит и собирает метрики, CPU, память и так далее. В метрик сервер отсылает, раньше в хипстер отсылал, можно в Prometheus отсылать. Ну, как бы, графа, на которой веб-интерфейса может быть для разных решений, там, для Prometheus. Окей, у нас один кубернетис, разные namespace, в каждом namespace может быть несколько одинаковых аппликейшенов задеплоено. И тоже найди проблему. Где запрос, почему не пошел, а когда вы используете network policy, вы можете настроить network policy, и они почему-то могут не работать. Или какой-то порт в одном месте не пробрасывается. И эта сложность, система возрастает. На данный момент Prometheus — это, как бы, by default решение, которое во многих везде рекомендуется использовать. Я с ним работал в больших инварментах, работает отлично. Скелется как горизонтально, так и вертикально. Мы можем настроить один Prometheus, сказать, он собирает метрики с аппликейшена AB, второй CD. А сверху мы настраиваем с федерейшеном Prometheus, и уже верхний уровень, через верхний Prometheus мы можем видеть все метрики всех аппликейшенов. Так мы можем давать гранты нашим командам, которые разрабатывают код или там суппортят какой-то компонент, разделять. А Prometheus умеет работать как пул, так и пуш метрики забирать. Много интеграции с разными сервисами для нотификации. Вы можете написать свои экспортеры, которые метрики будут отдавать. Мы, например, писали для экспорта метрики с RabbitMQ в каждой очереди. Нам стандарт не подходил. У нас было 5 или 6 очередей разных на старте, и надо было каждую очередь отдельно отсылать для каждого сервиса. Прометheus нас устроил полностью, как и по мониторингу, так и по скейлингу. Но почему мы еще использовали Prometheus? Как вы знаете, в Кубернетисе есть автоскейлинг кодов. Код — это минимальная сущность, единица сущность — это контейнер, несколько контейнеров или контейнер. Так вот, мы скилились по Prometheus. Мы им же собирали метрики, и с него же использовали метрики для скейлинга. Мы не дублировали метрик-сервер и другие сервисы, которые тоже собирают, складируют метрики. Оно нам не надо было. То есть Prometheus с этим спокойно справляется. Метрики можно вытягивать через Prometheus адаптер по определенному тегу, фильтру, и они будут попадать в Кубернетис, и после этого по ним можно скейлиться. То есть мы не дублируем компоненты. Раньше тоже, да, какой-то сервис на EC2-инстансе крутится. Мы его мониторим одним решением. Следующий сервис — другим. Кубернетис с Prometheus. Дальше это все в Grafana, например, с несколькими дата-сорсами. Но зачем, если Prometheus умеет собирать и с EC2-инстансов, и пол, и пуш, метрики? То есть решений много. Это то, что в мониторинге у нас тут много систем мониторинга. Это сложность. То есть, хорошо, одна команда научилась работать с одним инструментом, вторая — с другим. А потом им говорят, ребята, этих админов нет, или девоксов нет. Надо разобраться срочно в проблеме. А вы лезете, а этот инструмент вы не знаете. И вы тратите много времени. Когда у вас единый инструмент мониторинга, стандартный интерфейс вы уже знаете. И вы легко можете найти проблему для каждого сервиса. И мониторить можно как EC2-инстансы, так и виртуальные машины, и базы данных. Много чего. Это как у нас Prometheus ставится. Prometheus есть, есть сторидж у него. В качестве сториджа можно использовать его внутренний сторидж-движок, можно использовать внешний. Это уже вы можете конфигурить от себя. Раньше были сильные у них проблемы, как и у NetflixDB с ростом базы данных. Сейчас во второй версии уже работает нормально. Есть Prometheus SQL, query language, так называемый. Он похож полностью на SQL. Select — мы можем выбирать метрики, поля. Даже не через веб-интерфейс, а через API можно метрики выбирать. И использовать, написать свои скрипты или свое решение. И брать метрики и их использовать. То есть очень гибко. Во-первых, он open source, во-вторых, вы можете собирать. Но есть один нюанс. Если вы будете скелиться по метрикам Prometheus в Кубернетике, есть такой момент. Кубернетис поддерживает, использует DNS имена. Все сервисы — это DNS имена. А Prometheus, наоборот, не поддерживает тире. Но разрешенное у него подчеркивание. А в Кубернетисе наоборот. Ну и, соответственно, ваша метрика в Кубернетисе не появится. То есть, ну, это такой нюанс. То есть, лучше не использовать вот такие символы. Большая, маленькая буква нормально. Или одним словом. Когда метрика будет нормально, заходите, ее будет видно. А в Prometheus можно подключать графану. Отлично работает графан, видеть метрики. В графане алерты, настройки. Но у Prometheus есть свой alert-менеджер, который можно настроить со Slack на почту, в PagerDuty. PagerDuty, кстати, очень отличный сервис для мониторинга. Кто не работал, советую, посмотрите. Он хоть и платный, но вещь обалденная. На проектах он может себя даже очень сильно окупить. Когда вы можете логику написать, как нам эскалировать. То есть, мы можем сделать вначале отправку e-mail или там нотификацию в приложение в PagerDuty. Никто не взял. Добавить туда людей, вплоть до того, чтобы позвонить на телефон, отправить на e-mail, там что-то еще сделать, добавить боссов и так далее, подключить. И в дорогих подписках, то, что я видел, там он даже шедулили митинги автоматические. Приходила уже линка на почту, ты открывал и подключался к митингу. Так вот, alert-менеджер это умеет. Вы можете собирать метрики в кубернетисе. Вы не со всех кодов можете собирать. Задеплоили наш аппликейшн в кубернетисе, сказали аннотация, Prometheus, там, enable, грубо говоря, и обязательное название порта должно быть, кераметрик в конце. И все, кубернетис начнет этот сервис, как только он стартанет, опрашивать. И вы можете с него собирать метрики кастомные. По ним же потом скелется. Не со всех даже контейнеров. То, что он будет собирать стандартные метрики C-Advisor, это там CPU память, это понятно. А вот ваши кастомные, с вашего аппликейшн он может собирать. Точно так же можно ему запихивать через push gateway. Сами можете. У вас бывает такая ситуация, когда Prometheus стоит в отдельном кластере. Кубернетис, ну, по безопасности. У вас есть менеджмент кубернетис кластера, есть там прод, дев или несколько продов в разных регионах стоит. Правильно? Вы же не будете в каждой ставить там по безопасности, чтобы все это было. Вы можете снаружи опрашивать. Тоже. И поэтому вы можете и push делать в него, метрики отдавать. Это пример, да, связи, что куда можно отправлять. Метрики, которые можно Prometheus мониторить. CPU, memory, загрузка, disk space, утилизация диска и опции, UDP, статистику, network. И можете свои же написать. Все это очень гибко. То есть это веб-интерфейс Prometheus, в котором можно select делать, там поиски делать. Вот выглядит он примерно вот так. Но можете, есть API, вы можете сами открыть. Тут же можно графики видеть, смотреть, использовать язык Prometheus, свои кастомные запросы делать. И все классно. Но. Как вы думаете, этого хватает для того, чтобы понять, что же у нас происходит? Или нет? Ну хорошо, мы увидели, у нас там загрузка вышла с CPU. А что дальше? А как понять, что происходит? Вот. А как правильно собирать логи в контейнерах? А куда логи пишутся в контейнере правильно? Правильно надо. Да. Куда лучше писать лог? В директорию внутри контейнера, правильно? А почему не надо в контейнер писать? А не только еще. Не, лэйер это когда мы имидж делаем, собираем. Это окей. Или там коммит делаем. Другая причина. Почему не надо писать логи внутрь контейнера? Подумайте логически. Опустим это. Контейнер откуда стартует? Подумайте. С хостовой системы, правильно? Имидж, когда распаковывается и запускается с хостовой системой, и у вас волн будет на хостовой системе. Так вот, если вы будете писать лог-файл в хостовую систему, у вас может быть момент такой, вам их надо ротейтить в логи. А как ротейтить? Если вы лог-ротейт внутри контейнера запустите, сервис ваш при запустится, сменится PID, и контейнер убьется. Это первая причина. А вторая, вы будете писать логи на файловую систему. Диск же не резиновый, у вас закончится место. Просто из-за одного контейнера упадет с десяток-двадцаток контейнеров. Потому что нода умрет, и упадет энное количество сервисов. Это один из вариантов, но как бы в кафку надо чем-то ослать. В контейнерах рекомендуется собирать логи с stdd-auto и stdd-error. То есть мы в консоль пихаем. Логи можно потом ловить через докер-сокет напрямую, если к нему приконнектиться. Или второй вариант, можно, как большинство систем работает, вы монтируете varlib-container.de, например, директорию, и они сами там умеют находить файлик. То есть логи с консоли пишутся в файлик на файловой системе. И он же ротетится точно так же, независимо от вашего аппликейшена. Еще один кейс. Вдруг у вас что-то с контейнером, он умер, вы его удалили, но вы хотите найти логи. В кубере можно все равно найти, где был запущен контейнер. Идете на ту ноду, директория не сразу подчищается, находите эту директорию, входите, там будет консоль лог, ваш файлик, его открываете и смотрите логи на самом деле. Да, ну, как бы, зачастую это, как один из вариантов, помогает. На самом деле под Кубернетис не столько много решений, которые позволяют нам собирать логи. Одни из решений это FluentD, FluentBit и FileBit. Это самые такие распространенные. Вот теперь есть такая картинка. Подумайте, почему желательно слать логи не на прямую вылазь, а на промежуточный какой-то сервис. Там Logstash или FluentD. Logstash умеет на прямой вылазь их писать. Правильно. Но FluentD умеет тоже на прямой писать. FileBit тоже, FluentBit точнее, эластисовский, умеет на прямой вылазь их писать. Еще предположение. Какие варианты? Правильно. А есть еще нюанс. Когда у вас хостед эластик серч, например, у вас есть ограничение 100 коннекшенов. 100 нод запускаете, у вас на каждой ноде запускается деймон сет. Вы выжирали коннекшены. Плюс 100 отдельных коннекшенов или один коннекшен к эластику, это большая разница, которая открывается и закрывается. Нагрузка возрастает. Да, ну как бы бывают такие кейсы, что не всегда. Мы сталкивались, когда у нас как бы коннекшен рвался, при запускался, при нагрузке на локстэш. Это... Теперь поговорим по поводу FluentD. FluentD это опенсорсный проект, довольно неплохой. Он мне то нравится, работает, в принципе, отлично, имеет большое количество плагинов. Презентация, Ань, будет пошарена. То есть я... Ну, его запускали в больших деплойментах. Там было 30 плюс нод. То есть 30 постоянных, и скейлились мы до 150 нод постоянно. Он как деймон сет, соответственно, на каждой ноге запускался. То есть у нас... Работал он отлично. Мы фильтровали по логике, каких аппликейшенов можно отсылать. То есть по неймспейсу. Бывают кейсы, когда вам надо логи собирать не со всех неймспейсов, не всех аппликейшенов, а куда-то пихать. Или надо их раскидывать в разные направления, по причине того, что есть сенситив информация, которую нельзя. Бывает, не всегда маскируется сенситив информация в логе контейнера, когда вы пишете в std.out. И вот поэтому можно там наложить фильтры, использовать фильтры. Большое количество плагинов. Но моя рекомендация. В любом сервисе в Кубернетике используйте лимиты на контейнер. Обязательно ставьте лимит по CPU и памяти. Дальше я расскажу, почему. Локстэш. Локстэш, понятно, им можно процессить. Это, грубо говоря, как такой black box туда запихнули, на выходе что-то получили. Кушает память очень много, но, ну, 4 плюс и пошло дальше. Скеллеса он тоже отлично, мы можем его через the load balancer кинуть, но как daemon set он работать в кубернетике не может. Поэтому для обработки парсинга форматов или изменения формата, да, и дальше смотрим, куда же логи писать, там в S3 bucket, там в Google Storage bucket, или в Elasticsearch, или еще куда-то замечательное решение, можно им. FluentD делает те же вещи тоже, только у локстэша в разы большее количество плагинов. Написан он на Ruby. FluentBit. Написан на C, работает очень быстро, шустро, но у него нет никаких плагинов. То есть, например, мы хотим сказать, что с этого namespace мы логи не будем собирать. Он будет все фигачить, поэтому если у вас будет там FluentD, тогда вы там уже можете пофильтровать логи и убрать то, что не надо. Но работает отлично, я ни разу не видел, чтобы он кушал очень много памяти и чтобы были какие-то проблемы. И FileBit, решение от компании Elasticsearch, которое говорит, используйте. Проблема в том, что если вы хотите добавить какой-то плагин FileBit, вам надо собрать самим контейнер. И он очень нетривиально собирается. Он написан на Go, но собирается нетривиально. По сравнению с FluentD прокинуть или в Logstash поставить какой-то плагин, в разы проще. Следующая проблема есть такая. Вроде должно классно работать решение. Мы на одном из тестовых кластеров задеплоили вечером и забыли лимиты поставить. Утром мы приходим, у нас лежит кластер. Он просто выжрал всю CPU, то, что мы увидели потом по мониторингу. И кубернетис, так как это daemon set, critical put, мы его не трогаем, а все остальное начинаем мувать влево-вправо, с одной ноды на вторую. И таким образом увалился кластер. Поэтому лимиты надо ставить обязательно. С другой стороны, он работает тоже неплохо. У него в поддержке сейчас в бете есть механизмы фильтрации локов, какие мы собираем. То есть мы, например, сказали, мы собираем с таких-то деплойментов локи. И все, он с этих деплойментов он сам умеет фильтровать в директории и оттуда собирают логи. И шлет дальше. Это сравнительная табличка, такая небольшая. Ну, из больших проектов мы в основном использовали FluentD. Там, где я работал, в основном FluentD, open-source, легко собственный имидж даже собрать и большое количество плагинов, поддерживаемых. Проблем я больших не видел с перфомансом. Ну, тоже. Память кушать любит. Соответственно, что FileBit, что FluentD? Да. FileBit? Нет. Вы говорите им директория, например, вы монтируете хост-пасс директории, говорите varlib-контейнер-ди. Все, в которой ваши директории уже с контейнерами лежат. И вот сам он умеет находить нужные лог-файлы, парсить какой-то контейнер, какой-то namespace, он и этого умеет. И FluentD тоже самое это умеет. Да. Вы можете отсылать их на FluentD или на Logstash логи. Там парсить, там их как-то обрабатывать, что-то откидывать, что-то, например, какие-то мы данные по RegExpo или там матчам говорим, что вот это нельзя на Elasticsearch отправлять и так далее. Объясню один из кейсов, да, почему не рекомендует, ну, как бы, надо обрабатывать логи и фильтровать. Бывают такие кейсы, когда Elasticsearch по умолчанию авторизация не имеет, правильно? Это модуль XPAC, который платный, или SearchGuard бесплатный, надо повозиться и его настроить. Так вот, бывают ситуации, когда Elasticsearch льются логи во внутренний Elasticsearch, он типа внутри у нас, мы его без авторизации запускаем, а потом бывает такой кейс, у нас что-то случилось, и нам надо сделать небольшой POS, investigate. гейт. И вот люди, многие, то, что я встречал на своей жизни уже не раз, мало того, что в кубере, то давайте вот Elasticsearch быстренько задеплоим, делает ему экспорт, портал, Typeload, балансер, получаем паблик IP, Elasticsearch у нас наружу смотрит. Но нам же надо проверить нашу ситуацию, разобрать логи, но прот мы же не будем трогать, давайте мы кусочек там логов прильем туда, выдампим и туда зальем. И так наши данные утекают. Любой сервис на Амазоне GCP в течение 8 часов будет просканен. Это по статистике. То, что мои знакомые ребята с компанией, которая безопасностью занимается, говорили, и даже есть сайты со статистикой, чекаются все эти айп-адреса регулярно. Поэтому так делать не надо. И поэтому вот в этом кейсе вы можете матчить какие-то токены находить и что-то еще. вырезать и не отсылать логи. Да, это затратная операция по ресурсам, но таким образом вы будете почти гарантированно знать, что в вашем эластике сенситив информации не будет. И даже если кто-то получит доступ туда открыто, это логи, но не критичные. флюинд умеет коллектить логи отправлять и точно так же он имеет большое количество плагинов, которыми можно парсить и обрабатывать. он нет, нет, он не заменит, кавку не заменит. Это уже в этой связке вы можете дополнить кавку, например, или до гугл папса, там или да, rabbitmq тут не подойдет больше, потому что rabbitmq не для стриминга сделан. Это брокер сообщений больше. Он хранит сообщения, он может перешедулить сообщения, а кавка делает стриминг. И в этом решении оптимально будет стриминг логов. Google, например, рекомендует папсап, папсап это кавка для стриминга тоже. А теперь с логингом мы закончили. Логинг нам дали какую-то ситуацию, правильно? У нас есть проблема с работой мониторинга, какая-то есть проблема, мы пошли копать логи. Не быстро, но мы их там копаем, смотрим проблему. А как вы думаете, этого достаточно для мониторинга? Или нет? Правильно, как бы этого мало по-хорошему. Если вы хотите знать о проблеме раньше кастомера, то можно использовать distributed tracing systems, так называемый, который нам покажет проблему между микросервисами, взаимодействия микросервисов, и как наш запрос пошел, и где была проблема. Вопрос? Да. Так как у нас в микросервисе может быть несколько реплик, и коннекшены могут раскидываться на разные реплики нашего аппликейшена, где-то может не работать. Была такая ситуация, вот представьте, вы не одни, кто пишет аппликейшен, команда А пишет аппликейшен А, Б, повторяю, С, Д или какой-то еще. И вот в какой-то момент вы протестировали свой микросервис, сделали перфоманс тестинг, он вытягивает тысячи коннекшенов. Все работает. Начинаете задеплоили свою версию, все классно. А потом оказывается 100 коннекшенов и все. И докопайтесь, где проблема. Хорошо, что это на стейдже вы сделали и прогнали интеграционные тесты, перфоманс тесты на стейдже. А на проде? На проде вы не можете уменьшить нагрузку, отскелить контейнер в единичку до одной реплики, чтобы хоть как-то пройтись по дебажей. А оказывается, что другая команда случайно другой билд выкатила, в котором захардкоджен API лимит, например. И все. И этот микросервис обрабатывает 100 коннекшенов. И больше он остальное откидывается. Ваш может, а вы докопаетесь, когда это связь трех-четырех микросервисов по цепочке. Пойти логи каждого аппликейшена посмотреть. Вы будете просто ошибку получать. Надо логи каждого аппликейшена. Это нетривиально. И это займет у вас какое-то время. Но это один из вариантов. Второй вариант, когда у вас какой-то микросервис, какие-то моменты, например, большая задержка обработки вашего REST API. Вот тут и помогает Distributed Tracing System. Но просто они не решают вашу проблему. То есть вам при использовании этих решений Zipkin, Jagger, OpenTracing или OpenSensus. Zipkin это Twitter. Сейчас это под эгидой CNCF организации. Jagger это от Uber. OpenSensus от Google очень сильно пушится Google входит в Stack Driver в GCP OpenSensus. И если у вас ваш application вы задеплойли и подключили либо OpenSensus по молчанию в Stack Driver сразу посыпятся логи и вы там и трейс будете видеть и так далее. И OpenTracing CNCF. Самая распространенная сейчас под Jagger и OpenSensus. Zipkin не так. Но для того, чтобы они работали, вам все равно надо в вашем application это реализовать. Подключить либо сделать отсылку спанов так называемого протокола с ID-шкой и это отсылать на центральный сервер. Отличие Zipkin от Jagger очень небольшие как бы но у Jagger есть один большой плюс. Jagger у него есть агент, который можно запустить как daemon set на каждой ноге. Соответственно ваш application отсылает логин на local host на определенный порт. И вы коннекшенами не забиваете один маленький сервер. А он уже одним коннекшеном коннектится к центральному серверу и туда отсылает. То есть немножко шустрее работает при больших нагрузках. По языкам программирования почти одинаково они поддерживают. По бэкэндам тоже почти одинаково. джаггер спан в джаггере и в dp htp в зипкене немножко больше. Но джаггер очень активно сейчас развивается и если вы будете использовать Istio такое решение которое гугл пишет сервис mesh то внутри используется джаггер по умолчанию. это пример спана да то есть да сами это open source все сами можете ставить и использовать настраивать но например open census интегрирован stack driver gcp соответственно вам не надо ставить серверную часть вам только в application не надо липку подключить и отсылать спаны и google умеет автоматически если вы API активировали для вашей виртуальной машины или контейнеров он автоматически умеет их ловить и запихивать да а в других решениях сами ставить это open source есть примеры как деплоить как использовать основная проблема что тут девелоперы должны свою часть делать тут уже задача разделена на две части девопсовская и девелоперовская и таким образом вот пример трейса нашего спана да мы видим дальше будет лучше картинка и более понятно примерно так пошел наш запрос это пример систему сервис мы видим как пошел запрос и его задержку сколько он обрабатывался каждый запрос имеет одну общую айдишку она пишется каждым микросервисом соответственно на выходе мы уже он может объединять и мы видим где сколько было затык на каждом хопе между микросервисами и сколько всего выполнялся наше RSTPI что это нам дает мы сразу видим проблему где затык в каком микросервисе что происходит и дальше мы уже идем сами копать логи и смотрим да и это все можно прикрутить к прометирусу то есть мы видим какую-то статистику прикручиваем к прометирусу и дальше мы настроим алерты что у нас там долго выполняются какие-то запросы уже дальше суппорт видит и начинает копать то есть мы уже переходим к про актив мониторингу мы знаем наперед что происходит опенсенсус это решение от гугла как я и сказал можете его сами задеплоить оно немножко проще оно позже появилось с меньшим немножко функционалом но гугл его используют в стекдрайвере но вы его можете сами абсолютно задеплоить и использовать это пример опенсенсуса со стекдрайвера тут картинка большая ну тоже примерно идея та же вы видите где с графиками загрузки где был ну или сколько долго выполнялся запрос вкратце поэтому все теперь есть вопросы по трейсингу что они нам дают и что мы можем получить благодаря им да а теперь перейдем к следующему error tracking tools но мы же хотим знать все-таки наперед была у нас такая ситуация тоже на определенных юзерах мы получали ошибку сервис работает все гоняется теста оно работает но на некоторых кейсах мы получаем ошибку мы ее не смогли тестами увидеть даже но нам нам же хочется узнать это раньше чем кастомер нам создаст тикет и скажет а если у вас хорошая репутация компании вы должны и я знаю ребят кто использует это решение у них тикеты последние полгода кастомера вообще практически не заводят то есть они узнают о проблемах раньше и соответственно вы можете разрабатывать ваши аппликейшн модифицировать вы узнаете о проблеме раньше но тоже а тут он состоит с двухчехи девовская и девовсовская тут уже работа двух команд должна быть это список решений которые есть на рынке но я работал в центре в центре он как с решением предоставляется также его можно самим задеплоить он опенсорсный вы можете сами центре сервис задеплоить центре точно так же крутится к мониторингу подключается к тому же прометеус и в прометеусе вы увидите например мы можем сказать если у нас было в таком-то микросервисе 10 эроров за час то мы нотификацию делаем ну то есть что-то не то происходит центре поддерживает следующий список языков ну самый популярный в принципе есть для микросервисов это пример центре то есть например вы можете как в лайв идти так прикрутить к мониторингу и увидеть после этого вы увидели проблему в нотификации зашли в систему и увидели ошибка такая типа ошибки нажали по ней кусок трейса увидели вы сразу понимаете на чем а кусок трейса вы сами саплякиши нашлете при определенных кейсах соответственно удобно или нет разрабы и девопсы любят я тебе даже скажу когда ты же к этому можешь прикрутить сразу создание тикетов в джире у меня знакомые я во львове выступал с ребятами познакомился они говорят а у нас мы используем уже давно у нас автоматически тикеты в джире заводятся сразу останется тикеты и по командам люди приходят у них уже сразу есть тикеты они видят линку на трейсы то есть они понимают что есть проблема с чем надо начать работать и вот они как раз говорили что у них последние полгода уже тикетов практически нет они узнают о проблемах раньше чем кастомер что это тогда уже машин лернинг надо чтобы дописал код попатчил а пробитил но на самом деле очень удобно то что вы видите кусок трейса вы видите ну вот бывают ситуации когда у вас запись в базе данных некорректно может какой-то специальный символ или там русский вместо английского а вы делаете обработку и у вас может крашиться вот на этом и все и это может быть проблема у одного пяти юзеров у остальных все работает кием вы это ки-тестами вы не покройте вы этого не отбажите но при этом же хочется сохранить репутацию для того чтобы кастомер всегда был доволен ну или хотя бы он этого не видел да проблемы есть в каждом сервисе но это вам поможет узнать о проблеме наперед это если вкратце gcp stack драйвер это то что в гугле предоставляется очень активно разрабатывается gcp stack драйвер в себя включает это мониторинг логинг дебаггинг и трейсинг все в одном то есть если вы работаете с gcp вы не хотите заморачиваться ставить свои сервисы конфигурить платить за эти же ресурсы которые вы будете использовать посчитайте использование stack драйвера для небольших проектов может быть даже будет это выгоднее если вам не надо каких-то очень сильных кастомизаций там тоже самое с нотификацией все крутится и все это можно сделать это то что stack драйвер умеет на данный момент есть у него дебаг алерт нотификации да error reporting tracing быстрые discovery то есть он умеет сам видит что там сервис запустился с либо и опенсенсус и начинает ее опрашивать там мониторинг аптайм мониторинга дэшборд интеграция и так далее это если по stack драйверу на этом как бы все я думаю теперь есть вопросы то есть я рассказал мы на проекте использовали Prometheus Fluentd дальше слали логин на Fluentd на одном из проектов и дальше Vlasticsearch или не Vlasticsearch партия дальше мы использовали Jagger вначале попробовали Zipkin нам больше Jagger понравился и зашел Jagger и Sentry и в принципе мы отловили проблем больше чем QA тест после этого субтитры субтитры Продолжение следует...